Добрый день! С вами Ирина Фреш. В сегодняшнем уроке я расскажу вам, как рисовать в программе Silhouette Studio простейшие шаблончики с помощью основных инструментов, которые есть в студии. Открываем Silhouette Studio. У меня это программка третьей версии. У нас появляется домашняя страничка, в которой есть вот такие кнопочки. Это переход в магазин с шаблонами, переход в библиотеку, открыть файл из каталога ваших файлов на компьютере. Нам нужна кнопочка разрабатывать. Нажимаем разрабатывать. У нас появляется чистый новый файлик. И тут же открываются сразу настройки страницы. Настройки страницы стоят у меня по умолчанию 30 на 30. Но мне не нравятся метки для резки и печати. Мы открываем меню печати резко и выбираем выключить. Возвращаемся в настройки страницы. Проверяем 30 на 30. Границы резки показаны. Настройки можно закрывать. Теперь мы идем в файл сохранить и сохраняем наш документ под названием забор. Все сохранили. Документ готов к работе. Проверяйте, чтобы у вас всегда было активно меню «Выделить», когда вы работаете с какими-то объектами. Идем в меню «Заливка» и выбираем любой цвет, который вам нравится. Например, голубенький. Закрываем заливку. Забор мы будем рисовать из отдельных досочек. Каждую досочку будем рисовать при помощи инструмента «Прямоугольник». Выбираем «Нарисовать прямоугольник» и рисуем прямоугольник произвольного размера. Видите, он у нас уже зарит голубеньким. Опять выбираем инструмент «Выбор». Нажимаем наш прямоугольник, чтобы он стал активным, чтобы у него появились размеры, чтобы он выделился. Теперь мы прямоугольник будем делать размеры, который нам нужен. Идем с вами в меню «Масштабировать». Здесь убираем галочку «Аспект блокировки» и ставим высоту и ширину, которые нам нужны. Я решила, что у меня одна дощечка будет 30 мм, то есть 3 см, на 150 мм, на 15 см. Нажимаем «Применить». Наша дощечка становится нужного нам размера – 150 на 30 мм. Закрываем. Как вы знаете, заборчик у нас с треугольной верхушечкой, а у нас прямоугольник. Делаем следующее. Активируем кнопку «Править точки». У нас появились точки, за которые можно тянуть и менять наш шаблон. Мы берем и ставим мышкой дополнительную точку посередине. Просто кликаем в середину. Все, у нас появилась дополнительная точка. Опять же, нажимаем на нее левой кнопкой мыши, держим и тянем вверх. То есть формируем у нашего заборчика такую вот треугольную крышу. Все, сделали. Возвращаем экран в первоначальное положение, чтобы было удобно работать. И закрываем меню «Правка точек». Все, первая дощечка у нас готова. Теперь нам надо эти дощечки размножить или дублировать. Мы с вами открываем инструмент, который называется «Дублирование». Основные параметры здесь есть. Дублировать слева, дублировать справа, отражения, повороты. Три-четыре в ряд. И можно даже вот так вот залить всю страницу дощечками. Но нам как бы это не нужно, поэтому мы основные закрываем. Закрываем расширенные параметры. Здесь у нас можно выбрать количество копий. Я решила, что мой заборчик будет из пяти досок. Одна дощечка у меня уже есть. Значит, нам нужно четыре дощечки. Правильно? Правильно. Ставим. Разместить каждую копию. Есть слева, справа, сверху, снизу и заданное положение. Мы выбираем заданное положение. Тут мы можем выбрать смещение. Как рассчитать смещение? Наша досочка 30 мм. Я хочу, чтобы расстояние между досками в заборе у меня было 15 мм. Соответственно, я суммирую длину доски и длину расстояния между остальными досками. 30 плюс 15 получается 45. Ставлю здесь 45 мм. Смещение по оси Х – это смещение по горизонтали, смещение по оси У – смещение по вертикали. Все, поставила 45. Нажимаю дублировать. У меня досочки вот так вот красиво раскладываются на абсолютно одинаковые. И между ними всеми по полтора сантиметра. Закрываем это окошечко. Заборчик уже почти получился, но он еще не так хорош. Берем снова инструмент «Прямоугольник» и рисуем прямоугольник длины, ширины, которая нам больше нравится. Выбираем кнопочку «Выбрать» и активируем его. Теперь нам надо эту досочку вот так вот наложить на наш забор. В принципе, вы можете это сделать и руками поправить, так поправить, ширину поправить. Можно это делать опять же через изменение размера. Открываем окно «Масштабировать», убираем кнопку «Аспект блокировки» и меняем здесь уже, например, 240 на 30. То есть это уже на ваше усмотрение, окошко можно закрыть. Я хочу сделать досочку чуть-чуть поуже, чтобы она как бы выступала. Вот такая досочка у меня получилась. По логике нужна еще одна. Опять открываем окошко «Дублировать», расширенные параметры. Количество копий одна, потому что у нас есть одна досочка, и нам нужна еще одна ее копия. Выбираем заданное положение. И теперь мы ставим смещение по оси «У», то есть по вертикали. Смещение ставим с отрицательным знаком «Минус», и я выбираю, например, 50, то есть 5 см. Нажимаю «Дублировать». Все. Если поставить смещение с положительным знаком, то есть 50 просто, у нас дублирование будет вниз. Вот. Ну и как бы я оставляю вверх. Нажимаю «Дублировать». Все. Закрываем это окошко. Вот у нас с вами получился такой вот заборчик. Нажимаем на настройки резки и смотрим, как у нас будет резать плоттер. То есть красное выделение – это показанные границы резки ножа. То есть если мы сейчас оставим наш забор вот в таком вот виде первозданном, плоттер нам его просто в мелкий винегрет порежет, и никакого заборчика красивого у нас не получится. Сворачиваем настройки и выделяем весь наш забор. Щелкаем правой кнопкой мышки и нажимаем кнопочку «Объединить». Все. У нас получился вот такой шаблончик. Проверяем опять же ножом «Резать». То есть видите, здесь уже нигде границы резки не пересекаются. Плоттер будет его резать хорошо, спокойненько, молодичненько. Еще один вариант, как объединить – можно сделать обводку. То есть вы также выделяете все фрагменты, нажимаете правую кнопку мыши, и вот здесь есть окошко «Обводка». Вот такое вот. То есть обводка у вас появится за основным рисунком. То есть вот если сейчас рисунок убрать, то у вас получится вот такая вот обводка. Вот в принципе и тот, и тот метод хорош. Как бы у них нет никаких между собой нареканий, отличий. Обводка хороша тем, что ее можно сразу отмасштабировать. Например, сделать вот так вот. Так. Убираем обводку, оставляем наш заборчик, выделяем и открываем окно обводки в нашем силуэте. Выбираем вот окно обводки, выбираем обводка, и здесь можно поставить расстояние. То есть расстояние – это то, насколько будет обводка отходить от вашего объекта. То есть если вы ставите 0 мм, соответственно, она будет идти контур в контур. Прибавляете там 2 мм, она будет у вас идти на 2 мм выше. То есть при функции «Объединить» у вас такого не будет. У вас будет просто объединение элементов. Закрываем. Так. Ну, я все-таки объединю, потому что так уже удобнее. Вот у нас получился такой шаблончик. Шаблончик можно копировать, например. Копировать и вставить. Получилось у нас 2 забора. Копировать, ставить. Можно шаблончик дублировать. То есть как бы суть та же, но просто разные методики. У нас получилось 2 шаблона. Вы можете их уже масштабировать на ваше усмотрение. Например, сделать большой шаблончик и сделать маленький шаблончик. Вот. Не забывайте настройки проверять резки. То есть вы поставили условие резки. Смотрите, что резать, что у вас здесь все правильно. Ничего нигде не пересекается. Все линии замкнуты. И настройки плоттера. Ну, сейчас у меня плоттер не подключен, поэтому не удалось соединиться. Вот. А настройки плоттера также проверяйте. Вот, например, тип материала выбираете. Узорчатая ткань. Ой, бумага. Это, например, бумага для скрапа. Если у меня плотный картсток, 290, например, грамм, я беру вот такую открыточную тяжелую бумагу, 285 грамм. Вообще, старайтесь ориентироваться на настройки, которые уже установлены в студии. Потому что зачастую они, конечно, подобраны лучше, чем просто подбирать вот так вот от руки методом тыка. Скорость, резко все это устанавливается. И все. Нажимаете отправить силуэт, у вас все режется. Для того, чтобы сохранить шаблончик, мы опять идем в файл, нажимаем «Сохранить». Все, у нас все сохранилось. Можно импортировать в библиотеку. Например, «Сохранить как?» «Сохранить в библиотеке». Вот у вас открывается ваша библиотечка, вот уже ваш шаблончик появился. Вы можете его перенести, например, в папочку «Коробочки». Ну, грубо говоря, да? Или из папочки «Коробочки» перенести его в папочку «Мои рисунки». То есть библиотека, в принципе, очень удобная штука. Все ваши шаблончики, вот они, никуда не деваются. И загруженные, и рисунки. Вот такая вот интересная программка. Так просто в ней рисовать. Надеюсь, что мой урок будет для вас полезным. Участвуйте в нашем проекте. Мы ждем вашей замечательной работы. Спасибо большое за внимание и до свидания.